МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поздравляем. По традиции, два часа мы сегодня с вами. 101.0, наша волна. Слушать можете нас также в интернете, на сайте эхокирова.ру. Что касается программы сегодняшнего общения, то она такова. После 12.00 будем ждать у нас в гостях участников митинга, который прошел в нашем городе возле филармонии 1 августа. Это был митинг, на котором, в первую очередь, мамы, да, мамы кировчанки высказали свое недовольство, нехватка и катастрофическое место. Мест в детских садах. Как известно, 1 августа новый учебный год стартовал в детских дошкольных учреждениях. И по оценке, не по оценке, а по данным городского департамента образования, более 2000 малышей в этом году не пошли вовремя. В садик остались без мест. Проблема остро стоит. Далеко не первый год уже, как она, собственно, сейчас обсуждается, развивается. Но, Володь, надо отметить, что вот так вот, на такую публичную акцию, впервые, по-моему, вообще, вот насколько я помню, мамочки у нас вышли. Не соглашусь. По-моему, были такие мероприятия. Я вот, честно говоря, не знаю. Ну, по-моему, ближайшие, последние годы точно не был как-то решался. Разберемся, в общем, разберемся после 12.05. Да. Ну, а в первом части мы не то чтобы останемся здесь. Мы отправимся, наверное, в соседний регион, да? В Пермский край, где в конце июля прошел форум под названием ТОС-Пермский край, это форум, на котором собрались представители территориального общественного самоуправления, в первую очередь, Пермского края, но там также были и гости из соседних регионов, в том числе и Кировской области. Не только из соседних, Володь. Краснодарский как-то с Пермским краем никак не ограничивает. Я пропустил. Хотя в России мы все соседи, конечно. В общем, знаковые события для людей активных, которые инициируют всевозможные проекты благоустройства и стараются изменить мир вокруг себя и место, где они живут. И, в частности, этот форум не обошелся без одной из наших гостей. Это Ирина Коллегова, консультант отдела организационного обеспечения администрации города Кирово-Чепецка. Ирина Владимировна, добрый день. Добрый день. Вы побывали, все, мы не ошиблись, да? И глава города Кирово-Чепецка сегодня вместе с нами тоже Елена Савина. Елена Михайловна, добрый день. Добрый день. Добрый день. Вот мы уже начали задавать вопросы до начала общения. Николай начал, а чем отличается, да? Нет, ну, я начал не с того. Движение ТОС в Пермской окраине у нас в области. Насколько интересна была поездка, то есть, что нового там увидели, оттуда вы перешли, чем отличается, собственно, Пермский край от Кировской области. То есть, начинали там с того, что, собственно, понравилось ли, не зря ли съездили, вот с простых вопросов давить начали там. Да. Ну, и тут надо упомянуть, что в одной из предыдущих программ, тоже Елена Михайловна была у нас в гостях, вообще Чапецк очень интересуется опытом, да, и практикой других городов в плане как раз-таки повышения активности местного населения. Вот мы говорили вместе с нашими коллегами Столаной, Зайнкой, Анной Лапшиной, как вы в Рюпинск съездили на форум малых городов, ну, а теперь Пермский край, так что у вас налицо желание учиться, развиваться и так далее. Итак, форум в Перми. Давайте главное выделим, чем он вам запомнился и оказался полезным. Ну, наверное, начну я, почему именно форум в Перми, потому что это логическое продолжение поездки в Рюпинск, и представитель Добрянки, где проходил этот форум, он был... Город Добрянка, севернее Перми? Да. Мы расположим так. А город Рюпинск, это не мифический город, это вполне себе реальный город у нас в центре России, да. Да, действительно. Позиционируется как столица российской провинции. Совершенно верно, он находится в Волгоградской области и очень много делает для того, чтобы этой столицей стать. Они мечтают, что одни из федеральных структур, которые отвечают как раз за развитие регионов, переедут к ним. Мечты забываются, поэтому нужно мечтать. Так вот, в Рюпинске был представитель Добрянки, и он как раз пригласил... А приглашал он все-таки не на форум ТОСов, а приглашал он на фестиваль сладостей. И позиционировал это как событийный туризм. И так как от Добрянки уже не первый год поступало приглашение, и в программе как раз была ссылка на то, что будет активно позиционироваться и работа ТОСов, то, в принципе, мы посчитали нужным, что необходимо отправить команду города Кирово-Чепецка для того, чтобы изучить опыты событийного туризма и брендирования, которым занимается очень активно Добрянка, и работа и ТОСов. И поэтому команда из трех человек поехала именно в Добрянку на фестиваль сладостей. Вот почему вам так все понравилось. А, теперь уже понятно. А, теперь уже понятно. Поэтому вот Ирина Владимировна как раз и расскажет, почему же все-таки так произошло. Ну, тогда начнем все-таки с фестиваля сладостей. Сладостей. Ну, хорошо, давайте со сладостей. Фестиваль сладостей — это мероприятие, которое проводит один из ТОСов Добрянки и позиционирует как новая городская культура. То есть молодые люди объединились и выиграли грант и проводят мероприятие «Фестиваль сладостей». Они давно его проводят? Они проводят уже его не первый год. Ну, на фестивале приглашаются жители Добрянки и близлежащих городов. Люди, индивидуальные предприниматели, которые сами готовят, изготавливают, пекут сладости, их представляют на этом фестивале, продают их. Ну и, конечно, молодые люди еще и развлекательную программу приготовили для жителей Добрянки. Место проведения, поясните, где это все? Это площадь какая-то, стадион? Нет, это Аллея Добра. В Добрянке Аллея Добра. Там какой-то парк большой, это Аллея, да? У них есть небольшая Аллея, пешеходная зона как раз на этой Аллее и проходит традиционная фестиваль. То есть это прямо в городе пешеходная зона? Прямо в городе, да, пешеходная зона, Аллея. Уже можно позавидовать. Да, выставляются домики определенные, такие красочно оформленные. Ну и в каждом домике придаются сладости. Попробовали? Конечно, попробовали. А еще и поучаствовали в мероприятиях, в таком мероприятии, как арбузный боулинг, например. К сожалению, не выиграли. Это вот прямо реально арбузами? Это прямо реально арбузами. Как в Астрахани, а? Выбивали, нужно было выбить фишки в виде апельсинов. Ага, я же думал, огурцы там заполняют роль кеглей. Нет, вот в виде кеглей были апельсины. Было не очень-то легко, скажу вам честно, я потому что принимала участие сама. Как-то, видимо, мои силы не для арбузов. Давайте в сути разбираться. Суть, собственно, этого праздника интересует. Это просто собраться, показать, какие мы все хорошие. Привлечь внимание к городу, во-первых. Привлечь внимание к городу, финансовая сторона вопроса, отбивает ли это затраты, проданные сладостями. Честно сказать, мы не уточнялись, отбивают это затраты или нет. Для участников, для малых предпринимателей, для индивидуальных предпринимателей, это же очень прекрасная реклама. Показать себя. И на соседние какие-то районы, это же очень здорово, по идее. Да, и еще, конечно, это объединяет людей. Конечно, это показывает, как можно отдыхать, как можно отдыхать здорово. Здоровый образ жизни привлекает вообще, конечно, народу было очень много. Ну, с погодой повезло, кстати, вам там плюс 30 было, я посмотрел. Да, после обеда, правда, тучки начали подходить к городу, но это не помешало празднику. Чипецкие кондитеры в следующий раз поедут на этот фестиваль? Я думаю, что, конечно, если им предложить... Елена Михайловна, как думаете? Я думаю, что могут принять это приглашение, но все-таки в этом аспекте они проводили фрагмент этого фестиваля в Урюпинске, и позиционирование у них все-таки идет в том плане, что это событийный туризм, который должен привлекать близлежащие районы для того, чтобы они посещали именно Добрянку. Вот тут надо, наверное, пояснить, масштабы ТОС в Перми и в Добрянке по сравнению с нашими, это больше, да, вы сказали, до начала нашего? Это больше, безусловно. Вот они как раз на микрорайон рассчитаны? Да, территориально больше они. Это не дом, не один дом, как у нас зачастую бывает. Нет, это, пожалуй, как в Урюпинске, но вот в Пермском крае у них все-таки ограничены, вернее, рамки определенные, количество членов ТОСов бывает в этом плане, и они более стабильны, чем, например, в Урюпинске или в Кирово-Чепецке. В Кирово-Чепецке разброс очень большой, есть там, предположим, от 75 человек до, предположим, более чем 2000, один микрорайон. В Урюпинске тоже разные по своему размеру, по своему охвату. В Перми это более унифицировано в этом плане. То есть, как бы, население микрорайонов унифицировано? Или вот именно ТОСов численно? Нет, размеры, численность ТОСов. Нет, конечно, населения, безусловно, нет. Нет, ну, может, вы не как-то так специально город поделились, чтобы все райончики одинаковые были? Я думаю, что мы все-таки, это не Нью-Йорк, где у нас все поделено на квадраты в этом плане. И поэтому здесь как раз то, что не унифицирована сама деятельность ТОСов, показывает как раз вот этот форум, который оказался в Добрянке проводимый, что там был форум ТОСов Пермского края в том числе, и позиционировались ТОСы-Добрянки. И разнообразие того опыта, который они предлагали, говорит о том, что, в общем-то, ТОСы объединяют разные интересы, и это радует. А вообще Добрянка большой город? Добрянка нет, он относительно... Меньше Чепецка? А я смотрю, в Векипедии 33 тысячи человек населения. 33 тысячи, но территориального, наверное, больше, потому что там больше частного сектора. То есть такой деревянный городок, да? Деревянный, в основном деревянный. Малоэтажный, да. И небольшой микрорайон, новый, новой застройки. То есть там буквально высотные здания только начали появляться, начали строиться. Представители Кирова-Чепецка съездили на форум ТОС в Пермский край, Добрянку. Мы об этом говорим в первом части, мужского понедельника. Подошло время небольшой паузы, буквально полминуты нам дойти, и мы продолжим. В общем, надо сказать, беспроигрышную тему пермики выбрали вот для этого ивента, да, по праздник сладости. Потому что сладкое, ну, любят не все, но многие, конечно. И для многих это такая слабость. Мне показалось очень так интересным такой опыт, когда совмещаются довольно серьезные мероприятия с такими хорошими, добрыми, развлекательными. Мне кажется, и гости-то едут активнее. Ну да. Если устал там от каких-то серьезных разговоров, иди сладкого поешь. Пусть пряник съел, и можно обратно возвращаться. Вообще здорово, молодцы. Так, как вы очутились, Ирина Владимировна, на форуме уже ТОС непосредственно? Ну, честно сказать, что... Поемши сладости. Нет, это было наоборот. А, наоборот. Да, ТОС был в первый день, 27 июля, а 28 июля был фестиваль сладостей. В первый день, в 11 часов, собрались представители ТОС Пермского края. 32 ТОСа было представлено, около 500 человек. То есть более чем сотни, я читаю в новости, да? То есть треть примерно ТОСа в Пермских была. Ну да, наверное. Все собрались на стадионе Добрянка. Это такое, ну, известное и любимое, видимо, место жителей Добрянки. Начался форум с красочного мероприятия на этом стадионе. Поприветствовали главы, поприветствовали основателей ТОСовского движения Пермского края. Самый молодой участник был, тоже поприветствовал. Там девочке было, по-моему, как-то 11 лет. То есть уже активистка. Активистка, да, ТОС. А далее все участники пошли на дискуссионные площадки в школу номер 2. Организовано было все, конечно. Все делегации были с табличками, волонтеры работали отлично просто. Всех встречали. Не давали заблудиться, где-то заполотать. Ну, и во второй школе дискуссионной площадки были, 6 дискуссионных площадок. Вы в какой именно принимали участие? Я была на шестой площадке. Называлась она Новые горизонты ТОС, культура и социальное предпринимательство, бюджет и НКО, экология и что еще? Ох, там вообще все на этой площадке. Да, поэтому я пошла на такую площадку, чтобы охватить как можно больше. Понятно. Чтобы не по мелочам, так сказать, чтобы сразу все в одном пакете. Да, да, да. Здорово. Вот. Был представлен опыт Архангельской области как раз на нашей площадке. Что именно презентовали? Да. Архангел-городцы. Они вообще рассказывали о движении ТОС в Архангельской области, как это у них проходит. И как вообще они, кстати, уже 30 лет работают в этом движении, а Пермский край 20. А Киров? Область? Киров, я думаю, что, ну, наверное, 10, не больше. Чипец как раз 10. Я думаю, Киров несколько все-таки побольше. Потому что здесь, я знаю, что человек, который занимался этой проблемой, и она несколько больше занималась этим. Мы Наталью Алексеевну имеем в виду? Да, мы имеем в виду. У нас слово ТОС и Наталья Алексеевна, это как бы слова. Синонимы. Синонимы, да. Так, продолжайте. Да, да. Ну, и здесь был представлен опыт конкретного ТОСа. Называлось такой опыт ТОС как скорая социальная помощь. ТОС Азинский. Это вот Архангельский, да? Нет, 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 это уже Пермского края. Пермского края, да. Активисты договариваются с предпринимателями. И бесплатно их могут свозить на такси, допустим, какую-то помощь оказать по дрова привезти, разложить дрова. То есть вот они... Тоже бесплатно? Тоже бесплатно. То есть человек просто может им позвонить, да, сказать, что у меня такая проблема, не могу ее решить. Это как вот именно, как скорую помощь вызвать, да? Да, помогите, пожалуйста, вот может быть вы как-то нам разрешите. То есть у них уже налажена связь здесь вот с такими отзывчивыми людьми. И вот так вот решаются их проблемы. Вопросы задавали вы лично? Что вас интересовало? Скорее они мне задавали вопросы, потому что у нас куратор была Елена Жданова. Мы познакомились до форума еще с ней. И она как раз и представила нас как гостей форума. И пришлось выступить, почему мы здесь оказались. Ну и задавали вопросы, какие проблемы у нас существуют. Поэтому пришлось отвечать все-таки нам. Ну вот сейчас озвучьте, пожалуйста. О каких проблемах рассказали? И насколько эти проблемы пересекаются в разных регионах? Проблема, ну конечно проблемы вообще на всех территориях, наверное, одни. Во-первых, это поиск инициативных граждан, скажем так. Так у нас, Кирович Пецкий, тоже бы... Вернее, наверное, не знаю. Так вроде город-то такой наоборот один из самых инициативных у нас в области. Не знаю, мне хочется поправить. Я уверен, что инициативных граждан много. А вот тех, которые действительно действуют в этом отношении, и открыто отстаивают свою позицию и выражают. Вот это проблема уже. Поразмышлять, повыдумывать каких-то идей, наверное, каждый из нас гораздо. Чтобы в практическую влоскость. Чтобы в практическую влоскость. Вот с этим уже да. Здесь как раз, наверное, проблема Кирович Пецка не в том, что отсутствие инициативных или тех, которые желают проявить эту инициативу, а в том, что в организационном моменте в определенной мере. И поэтому здесь, конечно, некоторым, может быть, не хочется именно в такой организационной форме, как территориальное общественное самоуправление, находиться. Некоторые есть одиночки, которые точечно могут только поработать на один, предположим, проект. И здесь вот как раз была задача поставлена перед командой посмотреть, чем отличаются, что можно привезти в город Кирово-Чепенск. И было отрадно получать смс-ки от команды, когда они писали, здесь здорово, но мы можем сделать лучше. Я сказала, хорошо, делаем. А поясните на конкретном примере, что вы имели в виду? Что там здорово и что вы можете сделать лучше? Мы в Чепецке можем лучше сделать. Ну, не Ирина Владимировна мне отписывалась, потому что там еще был... Вот тут я смотрю, недоуменно на меня смотрит Ирина Владимировна. Я не леча, я не писала. Кирово-Чепецкая городская дума, она как раз так несколько держала в курсе, что там происходит. Ну, во-первых, конечно, поразила эта организация. Была очень выверенная организация, не было, в принципе, никаких нареканий. Иногда бывают накладки на таких больших мероприятиях, тем более, что когда ехали, то регистрация не предполагалась изначально, и поэтому Добрянка даже не предполагала, сколько к ним приедут, потому что самостоятельно бронировали гостиницы и так далее. Тем не менее, организация была на высочайшем уровне, никаких накладок... То есть они даже не знают, сколько человек приедет, но приняли всех и всех хорошо. Приняли всех и приняли хорошо. Да, в этом направлении. То, что это все-таки под патронажем Совета муниципальных образований проходит, это тоже... Пермского края. Пермского края, да. Это тоже впечатлило, и руководители ОСМО присутствовали, активно принимали участие. Участие в этом форуме. А из Киосковского СМО там никого не было? Нет, насколько я знаю, нет. Не было, да, представителей? Никого не было на этом форуме. Мероприятия, инициативность, открытость жителей, это, в принципе, привлекло, поразило. Широкий спектр опыта ТОСов, который был представлен, даже того, что сдача ГТО отдельными ТОСами была инициирована, и это воспринималось абсолютно нормально, адекватно. День соседей совершенно по-другому проходит, чем, например, в Кировской области. Существует Международный день соседей 27 мая. В Кирово-Чапецке отдельные микрорайоны, отдельные органы общественного самоуправления проводят. Вот там тоже был представлен. Поэтому именно красочность, открытость, то, что предлагали весь материал, достаточно много раздатки. Это впечатляет. А вот, Елена Михайловна, день соседей по-другому. Там лучше, интересней или наоборот, просто по-другому и все? Там другие формы используются. Здесь все-таки, знаете, такая открытая площадка в Кирово-Чапецке чаще всего. Либо спортивное мероприятие в микрорайоне проходит, либо такое творческое, культурно-массовое мероприятие. Там больше спектр, но они достаточно давно уже этот день соседей. Именно поэтому я считаю, что необходимо ездить, смотреть. Даже если какие-то мероприятия, на которые выезжаешь, не всегда подготовлены так хорошо, как в Добрянке. Но я всегда говорю, что на отрицательных примерах всегда тоже можно учиться. И поэтому сейчас вот то, что на эфире, Ирина Владимировна очень переживала и сказала, ну, любая инициатива, любой выезд, это он чревает последствиями. То есть и рассказать людям, как съездили. Во-вторых, реализовать проекты, обсудить и найти точки приложения опыта Пермского, безусловно, в Кирово-Чапецке. Это нам еще предстоит. Ну вот по итогам-то вы уже собирались, обсуждали эти поездки в Добрянк? Вы выводы уже какие-то сделали, наметки, возможно. То есть что-то уже вы отметили из того, что, может быть, можно реализовать у себя? На данный момент пока три человека, которые они, каждый для себя выделяют отдельные вещи. И мы начали в рамках мероприятий по возможному брендированию города Кирово-Чапецка проводить свод-анализ. Вот сейчас мы продолжим это делать. И в частности будут представлены как раз намеченные перспективы реализации опыта. То есть пока каждый из троих съездивших сам для себя как бы, да? Нет, в администрации, безусловно, это все уже как бы... Но ведь самое главное здесь не административный ресурс. Ну вообще-то да. Здесь необходимо... Вообще-то да, как раз эти тосы. То, что со стороны администрации, например, главы города, ты видишь, понимаешь, что там можно делать. Но здесь самое главное транслировать и как бы сподвигнуть людей, даже не повторить тот опыт, который привезли, привезла команда Кирово-Чапецка, а может быть инициировать что-то свое. И вот это нам предстоит сейчас как раз в продвижении проекта «Авиатская набережная». Я думаю, что начнем именно с этого. Поговорим поподробнее об этом проекте? «Авиатская набережная»? Да. Давайте немножко после рекламы. Я думаю, что сосредоточимся надежно на жизни уже ТОС Кирово-Чапецка, Аплама в том числе. Небольшая реклама, и мы вернемся. Ну что, продолжим перенимать опыт ТОС, который был презентован на форуме, соответствующем в городе Добрянка, Пермского края. И напомним, что у нас в гостях... Елена Савин, глава города Кирово-Чапецка. Ирина Коллегова, консультант отдела организационного обеспечения администрации города Кирово-Чапецка, которая как раз на этом форуме и побывала. Кстати, вы единственные были представители Кировской области? Нет, из Кировской области был Михаил Шевелев. Руководитель офиса консультантов инициативного бюджетирования. Да, он даже был модератором одной из площадки. А так, да, больше... Ну, по крайней мере, мы ни с кем не встретились. Слушайте, ну вот это, наверное, грустновато немножко. Ну, конечно, да, потому что, когда смотришь, что форумы организуются с участием того же ОСМО, да, и как бы и нашим бы представителям побывать, тоже бы интересно было посмотреть, вот как могут сотрудничать две организации. Успешно при чем сотрудничать? Я думаю, что Афанасьев, а Мутнинс, который гораздо ближе, чем Кирово-Чапецк, к Пермскому краю, ему тоже не мешало там бы побывать, да? По логике... Своевременно я нашел определение территориального местного самоуправления на сайте городской администрации, я имею в виду Киров, самоорганизация граждан по месту их жительства на территории нашего муниципального образования для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив в вопросах местного значения непосредственно населением, а также через избираемые ими органы. Это я так определение напомнил. То есть говорили-говорили полчаса, а теперь мы, конечно, знали о чем. Что же такое ТОС? Как известно, на территории областного центра порядка двух десятков ТОСов у нас здесь, а в Кирово-Чапецке как? У нас зарегистрировано 31 ТОС, но я еще раз напомню, что у нас территориально они небольшие, но есть побольше, есть поменьше. Один дом они, несколько домов объединяются. Да, 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 да. Могут быть один дом, могут быть два дома, а есть и целый микрорайон. Поэтому, ну, это движение у нас идет. Буквально в августе месяце у нас будет решение Кирович-Петской городской думы об создании еще нескольких ТОСов. Да, потому что все-таки... То есть число желающих растет, да? Да, число желающих... А тут как, инициатива снизу все-таки поступает, да, по идее? Конечно. А потом уже органы власти принимают решение. То есть там собрали инициативные группы, они как бы подают свое заявление, их регистрируют, они работают. Да, они свой устав пишут, издают свой устав, ну, и выходят с инициативой с этой... Отчерчивают свою территорию. Конечно. Говорят, это будет наша. Это все правильно. Правильно, да? Да, и выходит, чтобы решение приняла Кирович-Петская городская дума о создании вот именно этого ТОСа. Ну, депутаты-то, они вряд ли противодействуют этому движению. Нет, они его поддерживают у нас. Раз уж люди хотят. Хорошо. Давайте о таких самых известных, заметных для Чапецкой... Ну, вот мы как раз начали говорить про Вятскую набережную. Да, дело Ахпа говорили. Елена Николаевна, это вроде бы такой вполне муниципальный большой проект. Да, безусловно, это муниципальный проект, и здесь, наверное, даже нужно говорить не о территориальном органе, не самоуправлении, а общественном органе самоуправления, который объединяет уже не с привязкой к определенной территории, а буквально человек может находиться даже не на территории Кирова-Чапецка, но таких примеров не так много. Безусловно, можно сказать, что город Кирова-Чапецк очень компактный по площади, и можно создать один ТОС, по большому счету, который будет объединять всех инициативных, активных граждан, но, тем не менее, мы не препятствуем созданию ни маленьких органов общественного самоуправления ООСов, ни территориальных органов самоуправления. Вятская набережная, это, в принципе, сейчас перерастает в общегородской проект. Он был представлен у нас на одной из фокус-групп, когда собирались прежде всего депутаты, общественники, вообще просто активные жители. Мы приглашали для того, чтобы спрогнозировать, что можно сделать в городе Кирова-Чапецке, для того, чтобы улучшить жизнь и городскую среду. Это было во второй месяц деятельности Думы Пятого Созыва. Действующего Созыва, да? Действующего Созыва, и они как раз захотели услышать, а что же хотят жители в этом направлении. И как раз на этой фокус-группе десятиклассники гимназии номер один, два Александра Сергеевича, Кондаков и Киселёв представили проект, который они выставляли на всероссийский конкурс Вернадского. Это как раз устройство городской набережной. И они представили, на тот момент одно из предприятий города Кирова-Чапецка высказала поддержку. А это прямо они представили всё в рисунках, в презентации? В макете. В 3D-макете. Это очень серьёзный конкурс был. А вот ещё, Елена Михайловна, уточните, у вас всё-таки там такое двуречье, знаете, о каком фрагменте-то идёт речь? От Вечного огня до пересечения улицы Вятская набережная и Первомайская. Пока только этот самый участок. У нас действительно очень большой участок, который необходимо будет делать, но на данный момент мы говорим именно об этом участке. Этот проект был представлен. Достаточно широко он был отпозиционирован. Он был показан и по ВГТРК «Вятка». Нашёл достаточно широкую поддержку. И так случилось, что в этот же момент запустилась федеральная целевая программа благоустройства. Это комфортная городская среда. Всегда говорю о том, что необходимо мечтать, необходимо проявлять свои инициативы, потому что если это на благо городу, то всегда найдутся механизмы. И, в общем-то, комфортная городская среда – это один из механизмов. И поэтому мы уже второй год реализуем данный проект. Он претерпел несколько изменений за счёт как раз поддержки предприятия, предприятий города, за счёт проекта поддержки местных инициатив и за счёт федеральной целевой программы благоустройства. И плюс в рамках безопасных качественных дорог, как моногород, Вятская набережная в этом году была полностью заасфальтирована. А вот роль ТОСов-то во всём этом может быть какой? Вот в данном случае мы сейчас выполнили основную работу этого проекта, но насытить жизнью, как раз событийной жизнью. То есть уже дорога есть, там какие-то объекты есть, только жизни ещё нет. Нет, там как раз все объекты на данный момент работают, но нам бы хотелось, чтобы не только жители города туда приходили прогуляться, но и там проводились культурно-массовые мероприятия, чтобы туда приезжали посмотреть на прекрасные виды нашего двуречия, велосипедисты со всей страны даже, может быть. И необходимо для этого, в общем-то, определённую событийность принести, которая будет интересна не только жителям Кирова-Чепецка, но в первую очередь жителям Кирова-Чепецка. И как раз мы в этом плане предлагаем близлежащим ТОСам проявить свою инициативу и вообще, может быть, создать орган общественного самоуправления по продвижению Вятской набережной. И как раз там опыт будет презентован, который привезли Ирина Владимировна с командой. И, в общем-то, это опыт, это механизмы, как это можно сделать. И если кто-то предложит свой, то он может вправе это сделать, а кто-то, может быть, найдёт, что можно сделать для его инициативы, для реализации того, о чём он мечтает. Слушайте, я задумался действительно, ведь эта событийная жизнь, она должна быть регулярной, постоянной. Это ведь не один раз вышел и провёл. Вот фестиваль сладостей, то есть тоже регулярное событие, его тоже проводят в ТОС. Не-не, тут-то, я так понимаю, о ежедневном даже формате идёт речь. Вот сегодня на Вятской набережной проводим детский праздник, завтра хоть кулинарный фестиваль, послезавтра у нас будет «Ты, мама, папа, я, спортивная семья». Фестиваль танцев. Через три дня фестиваль танцев. На пятый день мы будем винки пристигать. Это было бы совершенно прекрасно, потому что вы говорите про жителей Кирово-Чепецка, про жителей Кирова. Чепецк, это наш соседний город. Побратим. Побратим, и почему-то в сторону Слободского едут, там Старая Даня, а в Чепецк, а там вот будет набережная, приезжайте, там всегда что-то есть. Это же здорово будет. У нас кроме набережной есть что-то показать. Нет, я понимаю, я не раз бывал, мне очень нравится этот город, но вот чтобы было какое-то постоянное место, где происходят именно какие-то события, куда совершенно беспроигрышно можно ехать в любое время и попасть. И очутиться в центре какого-то движения. Я не просто так заговорила о велосипедистах, потому что это активная группа. Они, чтобы проехать определенное количество километров, но при этом совместить еще с впечатлениями, очень подвижная группа. И поэтому мы говорим о велопарковках и даже, может быть, о велокафе на Вятской набережной. А о велодорожках к этой набережной? О велодорожках к этой набережной. Мы, бессловно, вы знаете... Думаем, да? Нет. Уровень. Когда мы заходили вместе с городом Кировым и городом Слободским в программу федеральную безопасной и качественной дороги, все-таки процент соответствия дорог в Кирово-Чепецке, в том числе и для велосипедистов, он был в два с половиной раза выше. Поэтому мы об этом думаем постоянно и делаем для этого многое. Так. Вот в этом году уже, не знаю, больше как это практическое выражение должно получать, вот именно вот эта событийная жизнь на Вятской набережной. Все проекты в этом году должны быть готовы или как? Мы планируем в этом году провести событийное мероприятие в День города. В День города? Да. Мы как раз... В сентябре он будет, да? В сентябре. Именно с участием ТОСов, да? Да. Конечно. Да. Конечно. Вообще планируем там организовать семейный праздник. Большой семейный праздник. Так эти ТОСы будут петь, эти ТОСы будут плясать. Что хотят, то и пусть делают. И при этом мы еще и будем консультировать, как правильно объединиться в ТОС. Так взаимодействовать, собственно, да, как координировать совместные деятельности. Просто прочитал, что когда завершался вот этот форум в Добрянке, там он завершился посадкой барбарисов на аллее ТОС на центральной улице. Аллее ТОС на центральной улице. А в Чепецке? Насчет аллеи ТОС на центральной улице. Я про барбарисы не говорю, там можно что-то и другое посадить. Если инициатива будет от представителей территориальных органов самоуправления. Или, может быть, вот на набережной какой-то вот сделать там. Мы не можем им диктовать. Если они захотят и попросят у нас помощь. А вам разу не захотелось, когда вот вы вышли? Там аллея ТОСов, вот вы этим занимаетесь, там целая аллея, там барбарисы сажают. Но ведь они же сами проинициировали. Мы ждем, мы расскажем обязательно об этом опыте. Расскажем. А дальше уже все зависит от наших жителей. Пара минут у нас остается. Все-таки не могу я не затронуть эту непростую тему. Проблемы финансов. ТОСы на какие средства живут в Кирове-Чепецке? Уж так напрямую спрошу. И сильно ли они отличаются от пермских ТОСов? Очень сильно они отличаются. Потому что у нас на поддержку органов территориального самоуправления централизованно из бюджета города не выделяется средств. Ноль рублей, ноль капель. Да, ноль рублей, ноль капель. Инициатива в чистом виде, без административной. Совершенно. И, между прочим, уже упоминаемый нами Михаил Шевелев говорит о том, что это в чистом виде органы самоуправления в этом направлении. Поэтому наша задача, и в этой части нам помогает как раз и офис консультантов, вооружить знаниями, где можно привлечь средства. Через какие инструменты можно привлекать средства? Да, совершенно верно. Это наша задача. Это называется фандрайзинг. Не только фандрайзинг. Нет, не только. Не только. Много вариантов. Все же тема инициатива, а бюджетировая. Грантовые средства, проекты поддержки местных инициатив, еще что-то. Кроме того, у нас достаточно хорошо сейчас работает социальное партнерство города, местного самоуправления и предприятий города. И поэтому, если они представят проект, который заинтересует предпринимателей, то во многих случаях они получают их поддержку. То есть предприятия довольно охотно откликаются на такого рода инициативу? Откликаются, да. Да, очень даже. Да, очень откликаются. И, кроме того, вклад населения, безусловно, тоже есть. Но вот если мы рассмотрим тот же механизм поддержки местных инициатив, то в данном случае тогда муниципалитет вкладывается и немаленькими средствами именно в реализацию. Это одно из условий, конечно. Да, одно из условий. Но там зато и предприятия-спонсоры тоже вкладываются, они могут быть значительно облегчить. И у нас иногда в некоторых проектах вклад администрации более чем миллион рублей. Это достаточно большие средства. И это как раз на органы общественного самоуправления приходится и на территориальные органы самоуправления. Поэтому, если механизм работает, то находятся и механизмы привлечения муниципальных средств, безусловно. Ну и для сравнения, раз уж мы начали и говорили про Добрянку Пермского края, я смотрел сюжет, смотрел сюжет как раз-таки с этого форума. ТОС, там зампред первой правительства Пермского края говорил о том, что ежегодно в сумме на 20 миллионов они прирастают. Прирастают больше. Каждый год финансирование очень серьезно. Это немножко другой подход к ТОСам. Тут Михаил Шевелев, опять же, уже много раз упомянутый, считает, что в Перми это не совсем. Ну что, 30 секунд остается. Дело за малым. Приглашайте на День города в Кирово-Черпецк, чтобы посмотреть, насколько дружелюбен, радостен. Посмотрим, как ваши ТОСы танцуют, поют и угощают сладостями. 15 сентября у нас будет День города. Приезжайте всем. 15 сентября, это получается? Третья суббота. Третья суббота, да, суббота получается. Все как положено в субботу, праздник. Не загорай межом. Я думаю, наши слушатели тоже на всех пригласить. Всех приглашаем. Спасибо большое, что сегодня к нам приехали. Елена Савина, глава города Кирово-Черпецк, и Ирина Коллегова, консультант отдела организационного обеспечения администрации Кирово-Черпецка. На этом завершается первый час мужского понедельника. Далее традиционные новости и уже новая тема. Через 20 минут.